Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург. Это город противоречий, он надменно царский на вид, но простонародьем наречий дышат его сталь и гранит. Город вроде строгий и чинный, но вокруг народ разбитной, как бы очень консервативный, с революционной судьбой. Город многонациональный, только русский до глубины, и церковно-патриархальный, и безбожный он до поры. Город веры, музыки, света, город смелых русских людей. Здесь стояли насмерть поэты за свободу этих камней. Ну и какой памятник нам еще очень хотелось посетить? Это, конечно же, памятник Сергею Давлатову, этому великому юмористу, человеку, который очень иронично смотрел на мир и на самого себя. Это уже великое качество, уметь иронично посмотреть на самого себя. На мир-то многие умеют смотреть, на себя умел посмотреть, иронично. Очень трагичная судьба. Он, конечно, не поэт. Мы ездим по памятникам поэтам. Он писатель и журналист. Но, тем не менее, что такое поэт вообще в понимании, в моем? Это состояние души человека. Это творческое отношение к миру и свобода духа. Вот она ему была присуща в полной мере. Поэтому это самый настоящий поэт, хоть он и писатель, и журналист. И несмотря, повторюсь, на трагичность своей судьбы, тяжелый алкоголизм, запойность, он никогда не терял чувство юмора. И мне очень нравятся его и рассказы, и мне очень нравятся цитаты многие, афоризмы, которые стали народными. Я много о нем рассказывать не буду, о нем можно все прочитать в интернете, в Википедии. Зачитаю просто несколько его знаменитых афоризмов, которые, повторюсь, стали крылатыми выражениями. Типа, я не буду менять линолеум, я передумал, ибо мир обречен. Далее. Не так связывает любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-нибудь. Ну, мне напоминает это, помните эту знаменитую фразу, против кого дружите, девочки. Дальше. Что с дураком поделаешь? Дурак вездесущ и активен. Рожденный ползать, летать не хочет. Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то. Истинное мужество состоит в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду. Или я болел три дня, и это прекрасно отразилось на моем здоровье. Ирония, любимое, а главное, единственное оружие беззащитных. А вот это мне очень нравится, она была тогда очень точно произнесена. Мы без конца ругаем товарища Сталина, и разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов? А вот это прекрасно. Скудность мысли порождает легионы единомышленников. Или вот это. Какое счастье, говорить, что думаешь. Какая это мука, думать, что говоришь. Или бескорыстное вранье, это не ложь, это поэзия. Талант это как похоть, трудно утаить, еще труднее симулировать. Любая подпись хочет, чтобы ее считали автографом. Или вот это, знаменитое. Я закуриваю только тогда, когда выпью. А пью я беспрерывно. Поэтому многие ошибочно думают, что я курю. Я столько читал о вреде алкоголя, что решил навсегда бросить читать. А вот это вот, ну просто знали все коммунисты. И сочувствующие. После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов. Вот мне сегодняшние либералы напоминают антикоммунистов. Они не приемлют чужое мнение. Я такое впечатление, что они готовы убивать за то, что человек думает по-другому. Не так, как они. Поэтому до Влада уже тогда, после коммунистов, я больше всего ненавижу антикоммунистов. Знаменитая фраза. И одна из самых знаменитых. Это просто шедевр. Порядочный человек. Тот, кто делает гадости без удовольствия. Ну согласитесь. Но это поэт. Это настоящий поэт. Хоть он и говорил прозой. И повторюсь еще раз. Поэт. Это состояние души. Они поэтическая техника. И рифмы точные. Вот поэт настоящий. Аплодирую ему. Его афоризмом. Его образу жизни. Трагично. Умер там. Вдали от родины. Но такова судьба его. На этом мы закончим наш краткий объезд самых интересных памятников. Посвященных поэтам питерским. И писателю. Который тоже настоящий поэт. И. Вот это все навеяло на меня. На написание песни. И скоро я ее вам представлю. Она будет называться. Город камней и поэтов. Поэтому я прощаюсь с вами. Уважаемые любители рок-музыки. На улице Рубинштейна. Дом 23. Возле памятника. Одного из моих любимых. И веселых писателей Сергея Довлатова. До встречи. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Валащук. Расскажет рокер Валащук.